Итак, я представляю первого спикера. Настоящий профессионал сетевого бизнеса. Годовой товарооборот его организации составляет более 70 миллионов рублей. Составляет, да? За 2017 год его команда сделала прирост более 170%. Участник автопрограммы премиум класса. И при этом он успевает быть отцом трех сыновей. Встречайте, бренандовый директор Ренат Гайнудинов, город Уфа. Аплодисменты! Раз, раз, раз. Вот это зрелище! Вот так я еще не выходил, мужики, пошумим! Здорово! Все, давайте начинать. У нас сегодня рабочая встреча, я это понял, да, Вить? Мы сегодня как говорим? Как надо для прессы, для интернета или как вот на самом деле есть? Что, всю правду, что ли? Прямо как есть. С матом? Особенно на эту фразу реагируют мужики. Да, говорят, а чем вам мат нужен? Иначе не поймем. Ребят, первое, что хотел сказать, очень большая честь выступать на такую аудиторию. Я думаю, что чего может быть проще общаться с мужиками? А, блин, большая ответственность, честно говорю. Почему-то я чуть-чуть волнуюсь. Так, второе. Приятно выступать в городе Чебоксары, потому что в Чебоксарах живут самые, какие, стойкие предприниматели. Отсюда вышло очень много миллионеров, да? Очень большой респект всем, кто приехал из других районов. И особенно хочу передать привет большой своей команде, которых 54 человека. Можно встать, пожалуйста, ребята? Привет! Да. Ну и, естественно, любое выступление я хочу начинать с благодарности своему спонсору. Андрей Веснин. Смотрите, какой он приехал. Красивый сегодня. Спасибо. Здоровье не помеха, да? Молодец. Так, ну, ребят, давайте начинать. Время уже идет. О чем сегодня поговорим? Ну, во-первых, представлюсь. Не все меня знают. Ренат Генудинов, город Уфа. Кем я был до Арифлеем, до проекта? Я получил образование инженерное, обычное инженерное образование, авиационный университет. И успел поработать инженером, потом менеджером по продажам и так далее. Мне не понравилась работа по найму. Знаете почему? Есть руки, есть инженера. Поднимите руки, вот инженера. За два месяца я понял все про найм инженерный. Хотите расскажу? Первый месяц работал плохо, потому что мало знал. Получил зарплату. Второй месяц поработал лучше, потому что уже что-то узнал. Сколько я получил? Столько же. На второй месяц мне понравилось инженерство. Все. Дальше я пошел в продажи, в продажах денег стало больше. Но уперся в потолок. И за мою такую карьеру наемную я доработался до руководителя отдела продаж. На этой должности я был там буквально полгода. Зарплата была 1150. Скажите, для вашего города, откуда вы приехали, зарплата 100 тысяч рублей, 150. Это нормальная зарплата? Зарплата именно. Кто сказал низкая? Молодец. Откуда ты приехал? Откуда? Саратов? Мне послышишь, Шаран. У нас там село такое есть. Там тоже большие зарплаты. Не, молодцы мужики. 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Это для многих мечта сегодня. И я вышел на эти доходы. Но знаете, какая фишка есть? Кто-то меня может поймет. Есть менеджеры топ-звена? 100, 150, 200. Поднимите руки. Ты зарабатываешь 80, ты еще нормально зачувствуешь на работе. Когда ты выходишь на 200, с тебя дерут как за полмиллиона. Есть такое? Ты уже не спишь, не ешь, не отдыхаешь. До этого я дошел, и потом я пришел в Арифлейм. Знаете, я всегда говорю такую вещь. В Арифлейме есть два пути. Первый путь называется «Докатился до Арифлейм». Ну надо хоть как-то зарабатывать, правильно? Каталоги в зубы и пошел. Ну и этим занимаются девочки. Вообще, респект, мой уважуха. И вообще, а второй путь – поднялся до Арифлейм. Вырос до Арифлейм. То есть ты включил свои мозги, включил голову и понял, что в Арифлейме есть партнерство. И ты его чисто просчитал. Кто это уже сделал? Кто просчитал партнерство? Что есть партнер, компания, она все делает за тебя. А есть еще романтики, знаете, романтики. Я мечтаю быть предпринимателем. Я хочу открыть магазин, так далее, так далее. Вот эта романтичность, она кончается примерно на второй год. Когда вы вкладываете, вкладываете, вкладываете заработанные деньги, и думаете, а где же заработки. Поэтому с бизнесом с Арифлейм я познакомился в 2013 году. Меня привела сюда супруга. Знаете, какую первую фразу сказала ей? Когда меня она пригласила в компанию Арифлейм. Первая фраза какая, знаете? Что я тебе такого плохого сделал, что ты меня в Арифлейм приглашаешь? Почему я так говорил? Ну, знаете, да, стереотипы и так далее, и так далее. Что мы поняли в 2013 году? Ну, ребят, есть такая вещь, линейный доход. Это когда твои время и усилия прямо пропорциональны доходу или зарплате. Есть свой бизнес, где чем больше ты поработал, тем ты больше, кто там ругается, заработал. Есть доход резидуальный. Для меня это было новое слово. Не знаю, почему ему не учат в школе. Это когда сначала ты вкладываешь много усилий, но маленький доход. Потом характер работы меняется. И постепенно ты переходишь к такому стилю жизни, что у тебя действий все меньше и меньше. Какие-то операционных действий я имею в виду. А доход твой все больше и больше. Это и есть грамотное распоряжение своим временем. Вот про это я понял в 2013 году. Что мы поняли, что я лично понял, что есть такой уровень, бриллиантовый директор компании Арифлейм. Это человек, который создал сеть из шести отдельных самостоятельных команд с товарооборотом тысяч по 300 в каждой. А это всего лишь... Сюда вот не ходить. Это всего лишь тысяч... Всего лишь человек. Раз, два, три. Слышно? И вот этот человек, который вот это сделал, он выходит на тот уровень жизни, о котором многие из даже моих друзей тогда еще не мечтали. Это доход 1200 и больше. Да, машина, премиум классы и так далее. Вот это я понял. Я эту ступеньку увидел в плане успеха. Что начал делать сразу? Всех вопрос интересует. Есть кто в этом зале? Поднимите руки, пожалуйста. Кто в этом бизнесе меньше месяца? Меньше месяца. Или вообще не зарегистрированный еще? Паш, встал, молодец. Решительность есть. Ребят, смотрите сейчас четко, пожалуйста. Что я начал делать сразу? Начал делать очень много встреч. Прям очень много встреч. И очень много ошибок. У вас есть такие, может быть, партнеры ваши, может быть, у вас самих такая мысль в голове есть? Сейчас я еще подучусь, сейчас я почитаю, сейчас я вебинары посмотрю со спонсором, сейчас поезжу, поезжу. А вот потом, когда я всему научусь, я уже буду делать встречи. Ерунда, ребята. Надо делать много-много ошибок. А что за ошибки? Знаете? Вот просто слово, ошибки, оно не воспринимается. Давайте так. Если вам за неделю ни разу не стало, если вы ни разу на встрече не вспотели, не покраснели, если вам не стало стремно, стыдно, если вы не почувствуете себя каким-то идиотом, который тут людей рекрутирует, если вы такого ни разу за неделю, вы бизнес не делаете. Поэтому очень много на первом этапе встреч, прям очень много. посещал все мероприятия компании, спонсора, ближайших структур, прям все посещали мы, супруга ни одну не пропускали. Почему? Я не ехал на мероприятие, типа, ну давай, спонсор, уговори меня, если там как бы что-то будет путевое, то я поеду. Я ездил на все мероприятия, из каждого брал по одной, две, три фразы. Есть такое? Кто-то уже это ощутил? Тебе может быть не полезно все мероприятие, а вот часть какая-то будет полезной, и ты этот пазл сложишь со временем. Ребята, смотрите, не зря такая последовательность. Большое количество действий, много ошибок, все мероприятия, и потом, я потом поверил, что я стану бриллиантовым директором. Я говорю, что я стану бриллиантовым директором с самого начала, когда в этот бизнес пришел. Я говорил это, не верил сам себе, но говорил всем окружающим. Знаете почему? Есть такая фишка, да, мужская. Пацан сказал, пацан сделал. Кто сказал сделал? Вот значит сделаешь. Я говорил всем, что я буду бриллиантом, что я получу вольвы. Знаете почему я это делал? Чтобы как бы себя завязать, посадить на крючок, чтобы потом не было возможности это не сделать. Вот. Первые отказы, первые друзья, первые пацаны улыбались, смеялись, мышцы лица играли, во все цвета радуги, люди переливались, за меня краснели. Но я продолжал. Почему? Потому что я видел на мероприятиях людей. Поэтому сегодня для вас многих здесь не сама информация цена, а общество, сообщество ценно. Вот это, пожалуйста, ребята, берите и всегда делайте. Ну, имеется в виду на мероприятиях ходите. Так, доход. Ну, сегодня мы собрались по бизнесу поговорить, про цифры, поэтому мы доходы свои показываем, мы их не прячем. За 2017 год мы с компанией подписали акт такой годовой, на котором видно, что доход мой, нашей супругой, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это сколько в месяц получается? 1300, да? Это хоро... Ребята, спасибо. Ребят, это нормальный доход. Это хороший доход, на котором только все начинается. Однажды я услышал фразу вашего, ну, многих из вас здесь спонсора, да, Эдуарда Васильева, он сказал, когда ты купил квартиру, машину, дачу, вторую машину, что-то там еще, все дыры заткнул, с этого момента жизнь только начинается, мечты появляются. Поэтому этот доход небольшой, это доход нормальный, на который мужик должен кормить семью, ну, и как бы сам существовать хорошо. Все это ради этого, ребят. У каждого из вас, наверное, есть какие-то сегодня мечты, зацепки, да, какие-то цели, для чего это делать. Не просто так, потому что потом пацаны сказали, вот ты крутой. Должна быть какая-то реальная цель, какая-то реальная зацепка, связанная с эмоциями. С кем связаны ваши эмоции? С детьми? С родителями? Завяжите себя на какие-то эмоции, потому что так просто ради пацанов вы это не сделаете, бизнес. Кстати, еще одну фразу классную слышал в самом начале, когда бизнес начинал. Когда я говорил, а что мне пацаны скажут? А мне один мудрый человек говорит, а ты когда жену выбирал, тоже у пацанов советовался? И я говорю, нет. Ну и все, что ты, делай бизнес. Ребят, очень быстро вы привыкаете к хорошему. Машина премиум класса, стиль жизни свободный, сам себе начальник, сам себе хозяин, сам себе будильник. Это не значит, что надо меньше работать. Просто ты сам выбираешь, сколько работать. Если даже ты работаешь больше, чем по найму, больше, ты, блин, сам решил. Согласны? Они тебе сказали, приди восток-то, уйди восток-то. Вот. Что получили потом? Ребят, ну это стиль жизни, это команда, это поездки. Это покруче, чем просто праздновать Новый год где-то вот там, где-то вот там в квартире, да, за столом. Это круче, чем просто съездить в Турцию или в Египет, отдохнуть, там есть такой отдых, 10 дней, лежать на солнце, репетировать смерть. Слышали такое слово? Вот. Это активный отдых, где компания тебя полностью вообще как бы катает по всем этим самым дорогим экскурсиям, самые лучшие номера и самый лучший стиль жизни. Большая гордость за команду. Прям большая гордость. Я впервые ощутил, что оказывается, когда нас поздравляли с уровнем бриллиантового директора в Москве на сцене, когда мы вышли бриллиантом, бриллиантовыми директорами, я эмоции, ребята, испытал гораздо меньше, хотя это было классно, чем я стоял у сцены и аплодировал всем своим ребятам, всей своей команде. Это дорогого стоит. Может быть, сейчас новички это не понимают, но вы это поймете со временем. Я без этого слайда тоже не могу. Ребят, продукты на каждый день. Здоровье семьи, здоровье детей это естественный выбор здравомыслящего человека. Сегодня мы сюда приехали, чтобы строить бизнес на года, правильно? А чтобы с этими годами не увядать, нам нужны эти продукты. Обязательно wellness, обязательно wellness. Я без него не обхожусь. Дети мои тоже не обходятся. Обязательно, а, кстати, дети. Вот есть такая вещь в садиках, карантин, да? Слышали, знаете? У кого есть дети? Карантин в школе есть, да. И бывает, что в этот садик или школу не ходят дети, потому что болеют. А ходят только три или четыре. Их ненавидят в садике, понимаете? Иногда. Все нормальные люди болеют, а вы не болеете. Вот мы одни из тех, кто болеет редко. Вот. Ну и, конечно, мой любимый аромат Giordani Gold. Я вообще не пользовался раньше парфюмом особо. И у меня нет ни одной законченной, ни одного законченного флакончика. Ни одного за всю жизнь. В Giordani Gold я уже третий начал. Классный нарек. Кто мой выбор разделяет Giordani Gold? Таких немного, но они есть. Спасибо. Ну, естественно, помыться тоже надо, да? Ребят, я еще такую одну вещь приготовил вам по поводу цели, да? Для чего, почему? Ребят, у каждого в этом бизнесе должно быть видение. Если у вас нет видения, этот бизнес построить трудно. Сложно. Знаете, почему? Потому что от него отдачи сразу нет. Вы не получите деньги через месяц, через два, через полгода. Большие деньги. У вас должно быть видение на пять лет вперед, на десять лет вперед, на три года вперед. Вы должны к чему-то идти. Что такое видение? Многие слова не понимают. Это вы видите, что вы конкретно делаете вот на ту самую сумму, которую вы хотите. У кого уже суммы расписаны? Расписаны, что вы покупаете, как живете, как отдыхаете, куда ходят дети. Вот это должно быть видение, ребят. Договорились? Очень важный вопрос, который я себе задавал. Можете себе их записать. Запишите. Кто я сегодня? Кто я сегодня? Чего я добился? Что я сегодня создал? И когда вы идете рекрутировать или приглашаетесь в этот бизнес людей, а особенно своих друзей, пацанов, которые говорят несерьезно и так далее, вы спрашиваете, кто я сегодня, чего я добился? Кто он сегодня, чего он добился? И это очень важный момент, который надо прям вот себе зарубить. Я каждый день этот вопрос себе задавал и задаю до сих пор. Вот. Ну и для чего? Для чего все это? Кстати, кто этот бизнес строит уже больше года? Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки. Только, пожалуйста, ребят, честно, ладно? Только честно. Поднимите руки, кто не проводит три встречи в день. Три предложения в день не делает. Поднимите руки. Честно. Только держите. Держите. Честно. Держите, держите. А теперь кто сидит рядышком. Не, поднимите, поднимите. Держите. Кто сидит рядышком, поверите к нему и скажите. Ты чего мало работаешь? Скажи. Скажи. Ты чего мало работаешь? Да ты не построишь этот бизнес никогда, если ты делаешь меньше трех презентаций в день. кто ведет инстаграм классно кто делает 3 встречи в день инстаграм вас к этому бизнесу не приведет вы должны встречи проводить инстаграм это классный инструмент который помогает ну и ребят заканчиваю свое выступление я хочу сказать такую вещь я про него сегодня проговорил про эмоции этот бизнес мы делаем ради кого-то естественно все ради себя чтобы я был хорошим мужем чтобы я был хорошим отцом чтобы я был хорошим другом чтобы я был хорошим ну таким нормальным достойным мужиком и когда вы видите счастье в глазах своих знакомых близких ради кого вы это делаете вот это дорогого стоит это никакими мечтами желаниями квартирами машинами дачами не измерить когда вы испытываете вот эти вот ощущения когда вы хотя бы представите когда либо вы маму привезли куда-нибудь что-то ей подарили с закрытыми глазами открываете ей глаза и говорите мам это твое что там может быть дача дом это может быть тоже ну там машина не знаю когда вы отца отцу на юбилей дарите какую-нибудь лодку моторную большую что-нибудь там еще такое это дорогого стоит это эмоции вот эти эмоции должны у вас у каждого в голове уже быть нарисованы это и есть видение я этот бизнес строю и я получаю от него эффект положительный в виде вот таких вот фотографий где я вижу счастливые свою жену счастливыми своих детей и очень большую гордость испытываю за свою команду спасибо мужики у меня все спасибо 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 спасибо